Всем привет! В эфире ФК Уфа ТВ. Каждые три часа мы рассказываем о самом важном и интересном из жизни главной команды Республики. Завершилось голосование по выбору лучшего футболиста ФК Уфа августа 2014 года. Победу предсказуемо одержал бразилец Марсиньо. И действительно, Марсиньо принял участие во всех шести матчах нашей команды в августе, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. То есть принял участие во всех забитых мячах нашей команды. Более того, оба его гола принесли очки футбольному клубу Уфа. Он забил победный мяч в ворота пермского Амкара, а на последних минутах матча с Рубином принес нашей команде важную ничью. Марсиньо, ты был признан лучшим игроком августа. Насколько для тебя важно такое признание болельщиков? Марсиньо, ты был признан лучшим игроком августа. Я пытаюсь помогать моим друзьям. Это хорошо для меня, и я надеюсь, что я буду держать это до конца шампионата. Я очень упорно трудился все это время, старался помочь своим партнерам, и для меня эта награда действительно очень важна. Приходилось ли тебе ранее побеждать подобных вопросов? Да, да, в Бугарии я получил это 2-3 раз в ССК, и в Бразилии я не помню, но это хорошо для меня в Уфе, потому что я счастлив, и это хорошо. Да, в Болгарии я получал такую же награду примерно 2-3 раза. Насчет Бразилии я, к сожалению, не могу вспомнить, но эта награда в Уфе очень важна для меня. Оба твои гола принесли турнирные очки в Копилку футбольного клуба. Уфа, считаешь ли ты себя лидером АТАК? Да, потому что я 28 лет, и у меня есть опыт, и я думаю, что я один из лидеров. Какой из всех сыгранных матчей в этом сезоне был для тебя самым удачным, а какой вообще не получился? Я думаю, что мы играли хорошо против Динамо. Это лучший игрок, я думаю. Для тебя или для команды? Для команды, я думаю. И для меня. Для меня, я думаю, что против Зенит я играл лучше. Для команды, я думаю, лучшей игрой была игра с Динамо здесь, в Уфе, а лично для меня, я считаю, что была лучшая игра с Зенитом. Какая игра не получилась, на мой взгляд, самая неудачная? Неудачная игра? Я не знаю. Может быть, это первая игра против Кубани Кразнодара. Возможно, худшая была первая игра против Кубани. Что для тебя важнее, забить гол или отдать результативную передачу? Да, самое важное в футболе – это счет. Но когда я даю асистенту, это хорошо для меня. Потому что я в мидефилле. И я попробую победить в этой асистенте в каждом игре. Я надеюсь, что делать это. Самое главное в футболе – это, конечно, забивать голы, но и сделать результативную передачу тоже очень хорошо. Потому что я являюсь полузащитником. Кому-нибудь посвящаешь свои забитые голы? Да, для моей жене и детям. Да, я посвящаю свои голы жене и детям. Как говорят, тренировки Игоря Колыванова достаточно тяжелые. Что ты можешь сказать на этот счет? Как переносишь физические нагрузки? Да, физически было тяжело, когда я пришел в пресс-сезон. Но сейчас это легко, потому что у нас есть игры. А ты изучаешь русский язык? Да, я попробую. Но это сложно для меня. Но я попробую. Может, после одного года я буду работать в России. Да, я стараюсь, но это очень сложно для меня. И, возможно, через год я уже буду как-то говорить. При переходе в Уфу важно ли было для тебя, что в нашей команде уже было два бразильца? Диего и Вильям. Уфа – нет. И когда я пришел, они мне очень много помогли. Все время они помогли. Это было хорошо для меня. До прихода в команду я не знал о том, что здесь есть два бразильских игрока. Но как я пришел сюда, они мне очень помогли. И сейчас очень помогает. Сейчас еще с кем-нибудь подружился в команде? С кем больше всего общаешься, дружишь? Помимо бразильцев? Да, все. Все игроки. Я люблю всех. Они принимают меня, когда я пришел. И я люблю всех. У меня все друзья в команде, мне абсолютно все игроки нравятся. Знакомы ли ты еще с какими-нибудь бразильцами, которые играют в чемпионате России? Да, не как друзья. Но я знаю. Я знаю Хаук. И... 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 И я знаю... Не как друзья, но я знаю. Да, я знаю о бразильских игроках, но не как друзья. Просто я знаю о том, что почти в каждой российской команде есть бразильские игроки. Что бы ты хотел пожелать болельщикам футбольного клуба Уфа? Да. Я желаю, чтобы фенеры придут и играют с нами, когда мы играем в доме. И... 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 Я хочу пожелать нашим болельщикам, чтобы они приходили на наши домашние игры и поддерживали нас. Потому что мы выкладываемся на 100% для того, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге. Семья Николая Сафраниди посетила детский праздник, организованный салоном «Кенгуру». Кстати, Николаю 10 сентября исполнился 31 год, с чем мы его от души поздравляем. В нашем салоне «Кенгуру» сегодня проходит показ всемирно известных мировых брендов новой коллекции «Осень-зима» 2015 года. У нас ожидается сегодня в гостях известные персоны города, а также футбольный клуб Уфа. И гостем нашей вечеринки будет Оксана Федорова, которая расскажет нашим замечательным маленьким гостям сказку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Счастливое семейство Сафраниди. Привет, Сдела. Помаши ручку зрителям. Привет. Как зовут? Футбольный клуб Уфа. Привет, скажи, чемпион. Мария. Мария. Давай. С каким настроением пришли на праздник? С отличным. Ждем праздника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Вот как вы сильно рады вас видеть. И дам близкие улыбки вашей части. Ну что ж, сразу хочу предоставить вам слово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, пожалуйста, дорогие мои, кто из вас любит сказки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, все любят сказки. Готовы будете послушать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оксана, неожиданный вопрос. Как вы относитесь к футболу? Положительно. Неожиданно ответ может быть. Ну что, я только могу пожелать футбольному клубу одного. Победы. И, конечно же, достижения результатов, о которых вы мечтаете. Силы, бодрости, духа, здоровья. Потому что это непростой вид спорта. И пусть все у вас будет хорошо. Вперед, футбольный клуб Уфа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова 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 На этом все. Это было телевидение футбольного клуба Уфа. Увидимся в эфире. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»